Naga одна из самых интересных мышек за все времена. Я не могу вспомнить ни одну мышь для MMO, которая продержалась бы на рынке так долго. Обычно производитель выпускает подобный девайс, потом обламывается и не продолжает линейку, про мышку все забывают и на этом все заканчивается. Naga же переживает очередную реинкарнацию. В 2009 вышла первая версия, в 2010 вышла ее специальная версия, которая была в стиле расплавленной лавы, она так и называлась, Molten Edition. В этом же году вышла Naga Epic с RGB подсветкой. Через два года вышла Naga Hex, которая мне, кстати, больше всего нравилась. Еще через год Naga Epic 2013. В 2014 году вышла Naga Chroma и Epic Chroma. В 2016 вышла Naga Hex V2. В 2017 была Naga Trinity, которая была со съемными панелями и совмещала в себе сразу несколько версий. Она, кстати, была у меня на обзоре. Ну а 2020 принес нам Naga для левшей и Naga Pro. Наверное, самую продвинутую Naga за все время. На нее мы сегодня и посмотрим. Но сначала я покажу вам клавиатуру. Это MSI GK50 Low Profile. И показываю я ее вам, потому что мне занесли миллионы бабла, конечно же. А еще потому что сейчас в магазине Розетка на нее офигенная акция, которая называется MSI Super Combo. Во-первых, цена на эту клавиатуру и клавиатуру GK50 Elite снижена. А во-вторых, при покупке любой из этих клавиатур в подарок вам дают мышь Clutch GM11. Все, что вам нужно сделать, это купить клавиатуру в Розетке, потому что акции действуют только в Розетке, зарегать клавиатуру на сайте MSI и получить мышь. Срок действия акции до 15 ноября или пока подарки в наличии, что значит, что их вполне могут разобрать быстрее. Ссылка на условия акции я оставляю в описании, на клавиатуру ссылка будет там же. Ну а мы поехали смотреть на Naga. Может показаться, что Naga Pro большая мышь, но это совсем не так. В ширину она, конечно, как полторы обычные мыши, но вот в длину совсем нет. Она даже меньше моей G Pro Wireless, которая считается среднего размера мышью. Соответственно, держать ее ладонью мне не удается. Однако, никакой проблемы лично у меня это не вызвало. Мне удобно держать ее гибридным хватом, полукоготь, полуладонь. Хотя, наверное, лучше всего держать ее либо пальцами, либо когтем. Коготь, наверное, даже лучше, потому что центр вашей ладони упирается вот сюда и вам должно быть удобно. Но только в том случае, если вы так держите и другие мышки. Мне вот, например, удобнее гибридным хватом держать. Естественно, такая мышь никак не может быть очень легкой, потому что она беспроводная, модульная. Здесь только боковой блок весит прилично. Поэтому общий вес мыши около 117 граммов. В зависимости от того, какой блок у вас стоит. Это неплохо, учитывая специфику мыши. Просто будьте готовы к тому, что она далека от современных весовых трендов. Но во всем остальном она в тренде. Основные кнопки с оптическими переключателями Razer рассчитаны на 70 миллионов нажатий и очень быстрым откликом. Что, впрочем, не помешало самим панелям немного люфтить. Но это же Razer, они не могут, чтобы все идеально было. Клик мне традиционно не очень нравится с этими переключателями, потому что очень смазанный. Боковые кнопки самая интересная часть, потому что в этом вся суть мыши. Как и версия Trinity, которая была у меня на обзоре пару лет назад, это модульная мышка. То есть она со съемными панелями. И панели эти зависят от того, в какой жанр игры вы будете играть. Первая, самая простая, для шутеров. Здесь только две кнопки и приятная цепкая резиночка. Вторая позиционируется как для батл рояля или моба игр. Здесь шесть кнопок и расположены они не по кругу, а в два ряда, один над другим. Их можно нажимать слайдом снизу и нижний ряд ниже, верхний выше, чтобы вы могли отличать кнопки друг от друга. Кликают четенько, легко, мне нравится. Следующая панель позиционируется как для ММО игр, где с пылов столько, что на клаве до всех нормально не дотянешься, а с мышкой это будет удобнее. Здесь все кнопки разного размера и расположены под разным углом, чтобы было понятнее, на какую нажимаешь. Конечно, это требует практики, но когда привыкнешь, то все просто. Эти кнопки нажимаются чуть мягче, чем на панели с шестью кнопками, но тоже неплохо. Что мне нравится, это то, что панели сидят как влитые, и если не знать, ни за что не догадаешься, что здесь что-то может отсоединяться. И внутри, кстати, есть специальное место для USB-донгла, чтобы он не потерялся. Колесико четырехпозиционное с неплохими отсечками и нажатием. Если вы ставите боковую панель на 12 кнопок, то с учетом колеса и кнопок DPI вы получаете мышь с 19 кнопками. Нехило. Плюс снизу есть еще кнопка переключения профиля, в которую тоже, по идее, можно переназначить. Это, конечно, неудобно, но все равно плюс одна кнопка. Корпус мыши сделан из матового пластика, как и во всех мышках Razer. Он, по идее, не должен стираться, но мы все знаем, что бывает, если ладошки потеют и мышь в руке каждый день по несколько часов. Так что тут я не могу ручаться, что мышь будет как новая через год. Резинки цепкие, хорошие, и когда мышь в руке, то ощущается она как качественный девайс. Но у нее существенные проблемы с балансом, потому что жопу явно тянет вниз. Понятно, почему так, аккумулятор все же должен где-то быть, а до лоджитековских аккумуляторов Razer еще не доросли. Но если привыкнуть, не критично. Сенсор здесь прекрасный, называется он Razer Focus Plus. Это один из самых лучших сенсоров на данный момент. Срывать он точно не будет, а скорости и ускорения у него хватит еще на 10 других мышек, потому что они там какие-то заоблачные. Но вот с высотой отрыва у меня была проблемка, потому что она была какой-то уж очень высокой. Видимо, этот сенсор офигел от того, что у меня коврик не Razer и я отказался высоту отрыва понижать. Пофиксил я это дело, выбрав в софте калибровку и коврик Firefly. После этого высота отрыва сразу стала маленькой. Софт, конечно, у Razer геморный, но зато на все ваши кнопки вы можете написать и повесить макросы, делать различные конфигурации под разные игры и, конечно же, менять DPI, герцовку, калибровать сенсор и регулировать подсветку. Мышь работает в двух беспроводных режимах, на частоте 2,4 ГГц и по блютузу. Ну и в проводном режиме вам тоже можно на ней играть, если нужно срочно ее подзарядить. Притом Razer не пожлобились на хороший кабель Speedflex, который идет со всеми новыми мышками Razer и он очень легкий и мягкий. В беспроводном режиме при выключенной подсветке Razer обещает работу мыши от одного заряда до 100 часов и до 150 часов, если вы подключаете ее по блютузу. Впечатляющие результаты зря, наверное, я гнал на Razer аккумулятор, недаром он такой увесистый получился. Зависит, конечно, от того, как вы ей будете пользоваться, с подсветкой или нет, как много, но у меня она свободно держит неделю вообще без проблем. Забыл еще про ножки сказать, тут тоже не пожлобились на PTFE Teflon, это очень приятно, потому что скользит мышь очень хорошо и даже учитывая вес, пузом она не трется. Я не думал, что мышь с таким весом будет так легко кататься по ковру. Что можно сказать в итоге? Мышь, конечно, нишевая и очень специфическая, но стабильный перевыпуск этой модели уже в течение более чем 10 лет говорит о том, что она постоянно находит своего покупателя. Иначе ее просто не выпускали бы. Но у Razer получается держать эту мышь в тонусе и в новой версии она получила все фишки, которые только есть у новых Razer мышей. Это и крутые оптические переключатели, и самый последний сенсор, хороший мягкий кабель SpeedFlex плюс PTFE ножки. Сменные панели позволяют мышке быть наиболее универсальной. У вас будет столько кнопок, сколько вам нужно, столько макросов, сколько вам нужно. Никаких ограничений в любом жанре, в который вы играете. Ну и плюс то, что мышка работает не только по радиоканалу, но и по блютузу, это тоже очень круто. К тому же автономность здесь реально крутая. Минусы тоже есть, но они в основном субъективные. Это то, что мне не нравится клик на этих переключателях, мне не нравится баланс мыши, и мне не нравится вес, но тут сложно было что-то придумать. Ну и такой маленький, совсем маленький минус, цена в 160 долларов.